80-й урок китайского по учебнику Боя 2-го уровня, то есть где-то так А2 идёт. Но вот это текст из учебника Белосан, она собственная. В общем-то он достаточно лёгкий. Общий смысл это письмо девушке к любимому. Почему не пишешь, разлюбил или нет, жду, когда вернёшься домой и так далее. Ну и кое-что она тут ещё рассказывает. Простой тут А1, поэтому она собственная. Новые слова. Урок посвящён, что-то там, по-моему, поломкам здоровья, если так общую тему брать. Там первый рассказ про то, как ногу сломал, а второй рассказ про кого-то близоруково. Наверное, всё-таки болезням посвящено. Ну и, соответственно, вот всевозможные слова, относящиеся именно к повреждениям там и обороты. Что тут можно прокомментировать. Иероглиф окно, вон который номер 5. Какое-то окно тут внизу есть, но над окном тут небо нарисовано. Вот это то, что над окном, в первом иероглифе, это, в принципе, небо. Ну, довольно сложный вон там иероглиф и сосед. Вот седьмой сосед. Ну, вообще никак не комментируется. Там, видимо, звуковое было изначально. Зато лёгкое слово душевое, да, водная комната. Слово опасное номер 9 надо категорически запомнить. Такие вот угловатые знаки, да, видимо, тоже изображающие опасность. Видимо, так можно запомнить. Прыгать. Чао. Номер 11. В принципе, тоже что-то там такое прыгает и нога ещё нарисована. Первый там знак нога, а второе что-то действительно, видимо, прыгает на ноге. Шуай. Это вот, собственно, упасть первым тоном. Близорукий. Будет прям, два рассказа про близоруких. Дзин. Ши. Пятнадцатый номер. Близорукий. Ну, близко видит. Тут запомнить-то легко. То есть переводится, близко видит. Так, и вторая партия слов. Тридцать три слова. Ну, почти все новые в данном случае. Некоторые есть. Старые, я буду повторяться. Допустим, Фэй. Летать уже было. Комар Вензе. Комар. Ну, лёгко тут какой-то вот жук такой кусочный. Кусочный червяк. Что-то такое нарисовано. И муха отдельно. Вот. Муха, значит, 23-й. Муха. И комар 26-й. Ну, вот это тут, пожалуй, ключевое. А считают их на дж. Муха там этих и комаров. Счётное слово для мух и комаров. Это вообще для насекомых. Ну, и многих животных. Дж. Так, ну, и ещё гвоздь. Ну, гвоздь, тут прям гвоздь нарисован. Номер 21-й, это гвоздь. Тинза. Первым тоном. Так. Ну, и, в принципе, всё. Свет. Цинь. Первый том. Да, ну, остальное, я думаю, что понятно, либо уже было. Перевожу первый текст. Беседуют Джан Хун и Ли Цзюнь, то есть два китайца из этого курса, и обсуждают, что Ли Цзюнь сломал ногу. Джан Хун говорит, Ли Цзюнь, как твоя нога? Почему хромаешь? Вот, собственно, хромать, кстати. Ну, хромать очень лёгкий иероглиф, да, собственно, как хромой и нарисован. Ли Цзюнь говорит, привет, ещё как хромаю, всё из-за ключа. Какого ключа? Ключа от комнаты. Я забыл взять ключ, не вошёл в общагу. Ну, и Джан Хун, так сказать, а и как твоя нога, видимо, как она к этому относится, а при чём тут твоя нога, видимо, такой вопрос. Ли Цзюнь говорит, футбольное соревнование, наконец, должно было начаться. Я боялся, что нет времени, поэтому полез через окно. Короче, он опаздывал на футбол. Джан Хун говорит, ваша комната на третьем этаже, как ты полез на третий этаж? Он отвечает, наша соседняя комната душевая. Я из окна душевой полез к себе. Джан Хун говорит, это очень опасно. Ли Цзюнь отвечает, думал, что повезёт. Короче, решил рискнуть он. Однако, когда я прыгнул в комнату, внезапно упал. Смотри, вот такой сейчас стал. Вот, то есть, значит, сломал ногу. Следующий рассказ про Близорукова. Был один человек с близорукими глазами, часто не мог видеть объекты чётко. Однажды, после того, как он вернулся домой, снял рубашку и повесил её на стену. Но одежда упала на опал. Оказывается, то место не имело гвоздей, а была там муха. Муха, наконец, улетела. То есть, он принял муху за гвоздь, хотел повесить на муху одежду. Муха улетела, одежда упала. Такая история. Вечером комар летал туда-сюда. Он спал и не видел. Когда уже встал, ударил комара. Он увидел, что на стене падает комар. Затем свет осветил это место, ладонь туда ударила. Немедленно он почувствовал, что рука очень болит. Оказалось, на стене гвоздь, а не комар. Короче, вечером он принял муху за гвоздь и одежда упала. А утром он проснулся, летал вокруг комара, начал бить комара. И наоборот, он принял гвоздь за комара и поэтому поранил руку о гвоздь. Такая история. Ну и вот с моим переводом объяснение можно сравнить, что тут написано, и таким образом изучать язык. Грамматика. Ну, это потенциальное дополнение. Ну, это, в принципе, продолжается эта тема сложных глаголов, в которых направление указано. Ну, и вот такое вот дополнение, оно формируется, изображая возможность достичь результата. Вот примеры приведены. Ну, в общем, можно примеры вот эти попереводить, 4 примера, и помедитировать, как это выглядит. Ну, вам это легко, это просто направление, то есть предлог, который обозначает направление, если после него какой-то идет, особенно, объект. Вот как-то вот так. Обозначает направление. В принципе, уже примеров ранее было много, видимо, повторяю грамматику. Ну, вот довольно тоже важный пример. Lie to. Lie это двигаться ко мне, да, двигаться к говорящему. To это двигаться от говорящего. А вот когда, типа, вот, фей лай, фей цю, как было в тексте, да, это значит, что он двигается туда-сюда и много раз. Поэтому я перевел комар движется много раз. То есть тут не столько направление, сколько сам факт, что вот много-много раз в разные стороны. Ну, и вот 3 примера, которые надо перевести самостоятельно. Для повтора лексики юмористическая история про трех близоруких, как они там ни черта не видели. Ну, на собственное. Тут 3 новых слова сбоку написано и в конце слова. То есть надо самостоятельно перевести и ответить на вопросы, которые внизу написаны. Вот уровень А2, он уже должен позволять. Если вы можете вот это прочитать, что тут написано, значит, А2 уже такой крепкий, и мы где-то уже на середине А2. То есть, он должен замечать.